Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Всех приветствуем. 26 августа, 8 часов утра по московскому времени. Прямой эфир проводим на сервисе Routube. Запись будет выложена в YouTube, ВКонтакте, в Dzen. Поэтому те, кто не могут посмотреть здесь, кому неудобно, могут смотреть там. Мы с вами занимаемся по традиции комплексной аналитикой. Смотрим зоны, объемы, опционы, данные по толпе, техническую составляющую рынка. Будем смотреть, что происходит на рынке, что поменялось. Поехали. Начинаем по традиции с зон. Дальше будем смотреть уже, как мы с этими зонами и маржинальными трендами будем работать. По евро тенденция в лонг, по фунту тенденция в лонг, по ауди тенденция в лонг, по новозеллу тенденция в лонг, по йеме тенденция в шорт, по Канаде в шорт, по швейцарскому франку в шорт. Разноправленность по мексиканцу. Исходя из этого делаем вывод, что уже по всем инструментам есть сигнал на ослабление доллара США. Мексиканец у нас был против этого момента. Далее смотрим по золоту лонг смена маржи, по серебру лонг смена маржи, нефть, шорт, текст, лонг, S&P в лонг, NASDAQ разнонаправленность тенденции и Don Jones маржинальный тренд в лонг. На основании этих тенденций погнали поищем точки входа. Так, друзья, первое, что хочу сказать здесь, смотрите, у нас появился новый пул на сервисе ByBee, поэтому кто пользуется, давайте посмотрим. Можете переходить, опять же, по традиции можно вложить в долларах, можно вложить в МНТ, можно вложить вот в этой новой монетке ордер. По итогам прошлых стейкингов, вы помните, прошлых пулов, какие хорошие, замечательные среднегодовые доходности и прибыли получали за короткий промежуток времени, поэтому реально всем рекомендую. По-моему, с минимальной суммы, по-моему, от 50 долларов можно начинать, ну, до 2000 долларов, если вкладывать чисто в USDT, плюс дополнительно можно в МНТ-монеточках еще накидать. Это то, что с вероятностью 90% буду делать я. У меня хоть тут, что тут есть, надо докинуть немножечко денежек. Но, возможно, сейчас еще подумаю. Начало буквально через 5 часов, эти 4 часа 56 минут. После обзора сейчас буду думать. Возможно, я буду денежки немного в другое место вот эти вкладывать, но это уже не относится к трейдингу, поэтому... Но посмотрим, посмотрим. Завтра узнаете, точно вложу я или не вложу. Хотя, вот, однозначно, если бы у меня не было другой фишечки, да, то есть эти денежки я бы положил именно сюда на... Сколько здесь? Переод стейкинга с 26 по 2 сентября. То есть буквально на неделю следует немножко заморозить ваши средства. Это не относится к нашей комплексной аналитике, но это то, что каждому из вас поможет заработать какую-то копеечку. Есть еще пулы, стартапы на других платформах, но я буду вот сюда вкидывать этот момент вам и показываю. Итак, поехали к нашим тараканам, к нашим баранам, к нашим трендам. Евро. Тенденция лонговая. Общая идея среднесрочного тренда себя отработала, показала, да. Поэтому, ребят, кто заходил каким-то образом против внутридневной тенденции вот здесь, по 1, 2, 3, сидим, держим. Цели еще не до конца все взяты, только первый тейк. Если здесь заходили, то переводите без убыток. Сейчас новая идея от нового диапазона выгодных цен. От максимума пятницы он построен. Котировки поддержек маржинальных у нас выглядят следующим образом. Четвертинка 1.11589, золотая 1.11379 и половинка 1.11169. Это поддержки, если этот максимум не изменится. В пятницу же мы увидели тестирование границ рынка с точки зрения опционного анализа. Вообще, в рамках этого месяца ювелирникам мы отсюда, вот она граница, где была на момент действия вот этого дня, да. Дошли до вот этой границы. Это, как мы знаем, сигнал на потенциальный разворот тренда. Опять же, это не говорит о том, что мы должны входить в шартовую позицию. Это говорит о том, что при возможной покупке от вот этих поддержек необходимо сократить риск. Также, дублирующий как бы сигнал, это пройденный средний ход. Вот у нас начался месяц, 284 пункта. Это средний показатель по среднему ходу за последние 10-12 месяцев. Мы уже прошли этот средний ход, что тоже говорит об аномальности вот этого движения. Потому что, раз мы вышли из рамках среднего хода, мы должны понимать, что это не обычное движение, аномальное движение. Исходя из этого, я бы тоже немного сократил риски. Какие еще проблемы? Ну, это понедельник, опять же, не в полном объеме нужно этот момент принимать как недостаток. По крайней мере, до открытия, до расторговки, середины торговли на американской сессии. Связано это с тем, что все-таки мы работаем данные биржи CME. Она, конечно же, работает, но основной поток клиентов и основные данные, основные объемы, которые у нас на этой бирже происходят, это объемы из США. А Америка у нас еще спит. У них только-только вечерок начинается. Поэтому говорить об какой-то активности и истинности тех моментов, которые мы видим, не приходится. С другой стороны, да, ведь если в течение дня мы пойдем против общего движения, это будет хорошо. Вот смотрите, да, вот здесь точка входа. Если на Америке где-то появится, тогда можно дополнительно риски не сокращать. Если где-то на Европе, на Азии, я бы еще подумал, ну мало ли прямо сейчас свалимся куда-то. Я бы еще подумал и, ну, мои мысли были бы связаны только с тем, что дополнительно сократить риски. Этот недостаток, третий, который я сейчас сказал, относится сегодня абсолютно ко всем инструментам. Ну, может быть, только кроссы не так сильно следует бояться, да, но вот по основным инструментам все-таки немного риски сокращаете. Общая идея – это покупка из вот этого текущего нового диапазона выгодных цен. Выделить какие-то объемы здесь мы можем. И это зона 1,2. Обратите внимание, что в рамках последних двух и последнего импульса скопление объемов ближе располагается к зоне 1,2. Поэтому вот такую торговую идею – это лучшая торговая идея без техслома, если она произойдет. Нужно брать риски и проблемы. Указал по каждой проблеме сокращайте, опять же, свой процентный риск от депозита в разы или, может быть, на какое-то количество процентов. Точку входа также можете использовать любую. Для меня это техническая точка входа с фильтром по объемам. То есть я буду ждать технический паттерн и изменения депок. Но, опять же, если вы работаете по каким-то другим моментам, умеете, любите, расторговываете эти точки, понимаете смысл той или иной торговой точки. Они просто где-то увидели в интернете, что вам там сказали – две свечи вверх и вперед. То это глупость, тупость. Но вот если вы что-то понимаете, то, пожалуйста, работайте любую другую точку входа. Необходимо еще посмотреть данные по толпе. Но здесь, если честно, никаких проблем у нас по европейской валюте нет. У нас все-таки какой-никакой, но идет набор продавцов. На этом наборе продавцов у нас продолжается общий рост инструмента. У нас большее количество убыточных именно продавцов. То есть они все-таки набираются, и мы это видим. Плюс мы видим дополнительные точки входа, которые нам вот тут показывал уже индикатор дважды. Если посмотреть, то приблизительно в этом месте точку входа показывал именно с точки зрения торговли против толпы. В этом месте показывал вторую точку входа именно с точки зрения торговли против толпы. Где-то вот здесь показывал точку входа, которая, к сожалению, если бы прямо здесь ходили, с топиком закончилась. Но если чуть-чуть подождать, то все-таки это общий такой диапазон принятия решения на вход в позицию именно с точки зрения толпы дополнительные сигналы. Поэтому, если хотите быть более уверенными, ждите соприкосновения данных по прибыли в процентном отношении между покупателями и продавцами. Это индикатор именно Profit Ratio вам показывает в режиме Buy Sell. Я не совсем люблю использовать этот индикатор в режиме сигнал, да, хотя он тоже показывает именно вот определенного рода пересечения и, вернее, вот такие вот выходы вот сюда. Вот, вот эти моменты он показывает, да. То есть, это момент, по сути, выхода из позиции или попытки зайти в контртренд. Да, Дельта тоже я не очень люблю смотреть. Вот я именно смотрю режим Buy Sell. О, евро, по сути, все. Смотрим, что у нас дальше. Это британский фунт. Ну, этот инструмент, к сожалению, без откатов прет-прет-прет-прет и прет. Здесь не было даже у нас касания четвертинки на всем этом росте. У нас в пятницу отрисовался новый максимум. Именно в пятницу были построены новые дробные зоны, новый диапазон выгодных цен на покупку. В пятницу же мы протестировали границу рынка с точки зрения опционного анализа, что также, как и по евро, является существенным серьезным недостатком. В прошлый раз вот здесь, да, был косвенный сигнал на разворот. Вот, и он произошел. Сейчас, пятница плюс понедельник, мы находимся в этом диапазоне. Обратите внимание, премии как долго находились. Вот здесь это только вот в этот момент премии переместились у нас. И, конечно, в такой ситуации, может быть, было выгоднее бы обращать внимание именно на то, где находится премия самых крупных вливаний. Вот оно, самое крупное вливание. Вот самую крупную премию мы еще не протестировали. Одна из торговых идей для любителей контртренда, да, то есть подразумевается в том, что когда мы находились вот здесь, кто-то вот здесь выставил фьючерсную позицию на продажу. Sell limit. Да, это для тех, у кого есть много денег и кто может работать на бирже. Вот я вам показываю практически безубыточный способ торговли. В этот же момент закупаются вот эти, в таком же объеме, объемы равные, закупаются опционы call. Весь ваш риск завязан вот на этом диапазоне. Если инструмент идет куда-то вверх, да, к сожалению, срабатывает лимитная вот эта крупная позиция, но в этот же момент вы должны понимать, что скопление лимиток, а, как вам? Скопление лимиток подразумевает возможную остановку, да, то есть вот это движение не исключено. Это сейчас вот именно для любителей поймать контртренд. Я объясняю, как это можно сделать. Так вот, торговая идея. Вот сюда выставили лимитки. Здесь, если цена идет наверх, вы теряете по своей фьючерсной позиции, но вы зарабатываете по купленным опционам, и ваш риск только стоимость, уплаченная за вот этот опцион, ну, условно, допустим, 10 тысяч долларов. Ну, мы же говорим про крупных участников рынка. Все. Если цена уйдет туда, 10 тысяч долларов, ну, потерял, потерял. Да? То есть это вот плавающий стоп, который всегда 10 тысяч долларов. Если же цена касается вот эту вот котировочку, вот эту вот лимиточку, да, и к 6 сентября, по сути, тут у нас, да, почти 2 недели, ровно 2 недели, да, к 6 сентября окажется в любом месте дальше, чем вот эта котировка, как же она совпадает-то у нас плюс-минус четвертиночка, смотрите, да, здесь, 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 то участник начинает зарабатывать. То есть вот в этом месте, если у нас закроется опционный месяц, он выйдет из позиции, получается, в минус этот же убыток плавающий. Где-то здесь он выйдет в убыток, там, условно, 5 тысяч долларов. Ну, хотя, опять же, четко можно посчитать, сколько это стоит. Эта цифра приблизительно 10 тысяч, которую я назвал. А если же мы придем сюда, все, он уже выходит в ноль, и любой пункт, любой пипс, который отправит инструмент вниз, будет приносить ему плюс, копилочку, определенный процент. Вот возможность работать с постоянным стопом, но не фиксированным, да, в чем вот беда именно наша, к сожалению. Мы работаем где-то, да, там, зашли в позицию, поставили стоп, стоп вынес, вынесли, все, забрали его. Опционы позволяют вам работать, зафиксировав стоп, и неважно, куда пойдет цена. То есть это не стоп-лосс по конкретной дате и по конкретной котировке. Ой, вернее, не по конкретной дате, это не стоп-лосс по конкретной котировке. Это стоп-лосс по конкретному нахождению инструмента в определенную дату. И где бы этот инструмент ни находился, ваш убыток всегда фиксирован. Даже если у вас есть небольшие суммы денег, вы можете в определенном смысле работать вот таким образом, если у вас есть доступ к американской бирже, к реальным брокерам. Да, сейчас мы, те, кто в России, проблема у нас с этим. Хотя можно, тоже работать можно. Но вот вам такая идейка, интересная, маленькая торговая система, стратегия, которая позволяет работать с фиксированными рисками. Так, дальше, что у нас еще? Смотрите эти квадраты просто невозможно. Пишут комментарии. Ну, ну, поставьте. Сами качество. Качество. Проблемки. Человек на автокачестве смотрит. Да? Потому что если говорить о том, как идет видос, ну, вот так сейчас идет видос. Это именно на Рутубе. Вот так идет видос. А, ну, опять же, вы не видите, да? Но идет-то он именно в полном качестве. Сами выставите вот здесь по настройкам качество. Тут 1080 у меня идет, показывает. Я смотрю, что я делаю в качестве 1080. Ноль проблем. Да? Так. Здесь, в принципе... А, ну, что, ничего не поговорили, да? Мы поговорили просто о недостатке опционов. По евро, вот то, что я вот здесь все говорю, это то же самое, да? То есть можно посмотреть, где же точка. Вот у нас максимальные деньги. По евро мы уже протестировали эту точку. Смотрите. Как мы ее протестировали. Понимаете? Косвенный сигнал на разворот. Но пока, повторяю, если что-то делать, то только лонг. Но сразу же, недостаток по опционам, недостаток по пройденному среднему ходу, недостаток у нас по понедельнику. Исходя из этого момента, максимальный риск для меня 0,1. То есть не более 10 долларов, к сожалению, на 10, чем я могу здесь рискнуть. Да? Там у меня 12, ну, там 0,12... 12-15 долларов максимум. Скопление объемов вот такие я вижу. Ну, это вот золотая 1,4 попадает. Если говорить прямо о верхнем тестировании, ну, вот где-то между четвертинкой и золотой, это лучшее место. Хотя, опять же, не исключаем возможности покупки вот 1,2 при импульсном уходе выше вот этих объемов. Если это будет, работаем. Риск, как я сказал, 0,1 по толпе. Давайте глянем. Здесь в динамике набор продавцов. Видите, кстати, да? Не было возможности зайти в лонг именно с точки зрения толпы. Вот только, да? Вот там сигнальчик в лонг был какой-то, если бы вот здесь был закреп, но все, больше не было, к сожалению, сигналов. Вот эти стопы мне нравятся. С одной стороны, да? То есть вот тут объемы были, мы говорили. И поэтому, если мы подойдем к тому месту, о котором я говорил, а потом хвостом соберем эти стопы, то нам нужно все-таки вот так, зигзагом желательно уходить выше вот этих объемов. Зигзаг нужно, чтобы поставить стоп. То есть, опять же, я не говорю о том, что будет такое движение. Но если будет, это читаемо, это правильно, это красиво, это качественно. Однозначно вот такую идею надо брать. Вот однозначно. Если выполнится все вот это. Выполнится нет, я не знаю. Те, кто меня обвиняет в том, что я не могу предсказать движение цены, ну, что ж, ребят, никто не может предсказать движение цены, но я об этом говорю честно. И я, исходя из этого момента, понимаю, что я буду делать при любом движении. Хоть вверх, хоть вниз, хоть влево, хоть даже, ой, хоть влево даже, если пойдет. Мне не важно, куда идет цена. Это шаг к пониманию торговли. Здесь заканчиваем, дальше идем. Австралийский доллар. Так, средний срок работает, средний срок отрабатывает. Идем на обновление максимумов, на 3-дневная. Здесь была слабенькая, она и не отработала. Но сейчас, если что-то делать, то, опять же, только покупать. Очень качественно здесь выглядят объемы контракта. Очень интересно. Они у нас усиливают сейчас диапазон выгодных цен и максимально усиливают зону золотая 1,4. Видимый недостаток. Их здесь больше, чем по евро и по фунту. Да? То есть, я начал одно, видимый недостаток, а потом увидел большое количество. То есть, смотрите, у нас здесь и убытки по опционам. Мы уже давным-давно ушли в убытки. Тоже вот таким образом, вы с точки зрения опционного анализа можете проверить, вот у нас где была премия, вот мы все. То есть, участник, который, если, опять же, мы же не знаем, что этот участник действительно пытался здесь продать. Фьюч, да? Может быть, это просто кто-то купил опцион, уже сидя в какой-то продаже, да? Зафиксировав свой убыток в надежде на то, что цена все-таки к дате куда-нибудь придет сюда. То есть, он уже мог раньше продать. И поэтому здесь не было никакой остановки. То есть, опять же, никто не говорит, что от этой премии мы должны вот от этой отбиваться. Но если мы видим какие-то остановки, как это мы видим сейчас по евро и по фунту, следует об этом задуматься, максимально сокращать риск по этому недостатку. Здесь, несмотря на то, что мы находимся в убытках по опционам, риски можно не сокращать раза в два, да? Потому что мы не увидели какую-то реакцию. И думать о том, что этот опцион был хеджирующим, ну, в режиме онлайн нам это не показывает график, да? То есть, возможно, это была именно покупка опциона с целью заработать. Где-то вот здесь мы находились. Допустимая средняя премия. Заплатили там определенную сумму денег. И сейчас цена идет. И сейчас участник уже x3 делает, да? К своему риску. Риск был 10 тысяч долларов. Сейчас у него прибыль 30 тысяч долларов, да? Уже в режиме онлайн. Ну, лишь бы потерпеть вот до этой даты. То есть, это у нас есть тайминг такой определенный. Тут какие-то интересные вливания появляются. Но дело даже не в этом. Дело у нас сейчас в том, что у нас больше недостатков, чем по евро и по фунту. Это и убыток по опционам. Все-таки он есть. И пройденный средний ход. Аномальное движение. Уже второй месяц мы даем аномальное движение по этому инструменту. Был средний ход 2.400. Но вот тут увеличили. Уже сейчас 2.520. Хотя до этого вот был 2.600. Но он снижался, снижался. Сейчас увеличивается средний ход. Увеличивается движение. И мы прошли его. Недостаток. Понедельник. Недостаток. Удержание недельной зоны. Недостаток. Недостаток. И поэтому тут вообще я бы даже в процентах ничего не говорил. Для меня только самый минимальный риск. Но зато есть четкая точка. Откуда бы я искал этот самый вход в позицию? Это золотая 1.4. Если говорить о котировке в режиме онлайн. Давайте перейдем на чуть меньший таймфрейм. Чтобы я точно попал в эту самую дробную зону. 67.444. Вот эта котировка очень и очень интересна. От нее пытаемся работать. По толпе. Австралийский доллар. Ну не надо зависать. Опять индикатор по толпе. Вот проблема есть с ним. Он серьезно подгружает трансляцию. Так. В динамике набор продавцов. Красиво. Согласитесь, да? Красиво. Да, вот где-то вот здесь. Через текст слом, конечно, красиво. Это прям стопроцентный сигнал. Здесь все хорошо. Плохо. Вот это. Почему? Идя к золотой 1.4. То самое место красивое. Как бы вот хвост не полетел куда-то сюда. И на сборе вот этих стопов мы не ушли на текст слом. Это плохо. Это не сигнал на сокращение рисков. Это сигнал лишь на то, что если появится все-таки здесь где-то паттерн, свой стопик отсюда перенесите пару пунктов выше. И тогда отсюда пойдем в лонг. Так. Нормально все с качеством. Сергей Плюсики тоже ставит. Хорошо. Хорошо. Ну, по крайней мере, дополнительных каких-то мощных недостатков по Ауди нет. Смотрим на новозеландский доллар. Тут данных по опционам нет вообще. Потому что этот инструмент, ну, сами понимаете. Не работает его на бирже CME с точки зрения опционов. Нет опционов вернее. Здесь новый максимум. Новый диапазон выгодных цен. Пройденный средний ход. Удержания недельной зоны у нас нет. Удержания недельной зоны нет. Объемы все снизу. Точка техслома за пределами диапазона выгодных цен. Интересно выглядит одна вторая, исходя вот из этой проторговки. Да. То есть, вот она первая идея у нас. Любая точка входа здесь позволит вам зайти и выцепить потенциально классную прибыль вплоть до 63-230. Вот есть интересное скопление объемчиков. То есть, четвертиночка тоже неплохо выглядит. И, друзья, здесь и пока из представленных инструментов риск максимальный. По технике проблем нет. По марже проблем нет. По объемам проблем нет. Понедельник и пройденный средний ход. 0.25. Пятый для меня риск. Опять же, вы свои проценты можете там в разы, можете там на какой-то процент сокращать риск. Но вот есть две проблемы. Исходя из этих двух проблем, берете и свой максимальный риск. Дробите, либо делите, либо там в процентном отношении уменьшаете. А тут смотрите сами. По толпе. Лишь бы здесь не было проблем. В динамике. Самый главный индикатор это вот этот. Ратиус. Да, многие берут просто корень тратиус. Смотрят на независимых бесплатных мониторингах источников. Это все херня от слова совсем. Да, это фактически в режиме онлайн данные. Но они вроде бы хороши, но они не показывают. А что же было у нас за полчаса, за час, за сутки до этих данных. Да, если мы говорим о том, что у нас сейчас 60% продавцов и вроде бы покупать. А может быть вчера у нас было 80% продавцов. Так это значит набор покупателей идет. И это сигнал на вход в противоположную сторону. Здесь меня пугает опять же вот эти стопы. Но повторюсь, они будут выбиваться только если мы пойдем ниже, чем 1,2. Ну, если уйдем сюда, ну, будет текстлом, тогда, конечно, не работаем. Здесь же идейка неплохие и риски более-менее адекватные. Японская иена. Продолжается шартовый тренд. Маржинальные тренды рулят. Маржинальные тренды отрабатывают более 70%. В чистом, да, показатели без каких-либо откатов. Минимум обновлены, обновлены, обновлены. То есть и по технике проблем нет. Две проблемы, которые я вижу вот прямо сейчас. Это удержание недельной зоны и это пройденный средний ход. Да, это вот синенький прямоугольник и вот этот синенький прямоугольник. Объемы не мешают ни по какому периоду нам. Контракт наверху. Средний срок ближе к 1,2. Два импульса ближе к 1,2. Один, короче, 1,2. Идеальное место для принятия решения на вход в позицию. Граница рынка, кстати, не протестили еще. И опять же тоже открываем данные по опционному индикатору и смотрим. Тысяча, да, вот здесь лилось. Ну, не сказать, что это прям какое-то крутое вливание, но вообще вот тут набивалось у нас много. Самые крупные деньги вот здесь. Но опять же, это не недостаток. Это момент о том, что, опять же, это самые крупные деньги. Если мы подразумеваем, что этим опционом кто-то хеджировал свою позицию. Если не хеджировал, то вообще ничего как бы страшного. Но это 50-50, да? Опять же, с другой стороны, кто вот такими бабками огромными просто так раскидывается? Скорее всего, это все страховочные материалы какие-то. Поэтому вот этот момент самый интересный, самый страшный на потенциальный разворот. Потом, в будущем. Сейчас же работаем в шорт. Риски 0,1 все-таки. Желательно от 1,2. По толпе. Я не скажу, что здесь есть какие-то плюсы, но, по крайней мере, недостатков нет. Много убыточных продавцов. Набор покупателей какой-никакой, да? Вот здесь есть неприятный момент, да? Неприятный момент. Ну, 0,1 риск все равно. Уже ниже некуда. Канада. Отработка. Продолжается шортовый тренд. С точки зрения маржи, качество просто у нас на высоте идет последние дни. Все идеально, все замечательно. Смотрим, что у нас с объемами на всем этом падении. Где же сейчас по объемам мы можем увидеть какую-то проблему? И не забываем посмотреть последний импульс. Ну, понятно, что здесь объемы все, в принципе, сверху. Хотя, вот смотрите, чуть-чуть перехватываем. Вот, видите, много объемчиков. Но именно по тренду все объемы наверху. Можно здесь на будущее поставить чуть-чуть поближе первый тейк профит. Исходя вот из этой проторговки американской сессии и сейчас Азии. Общая идея. И опять же, жду максимально глубокого коррекционного отката. Это общая идея. Цель минимума две недельных зоны от одной второй. Лучшая точка входа. Не исключаем четвертинку и золотую четвертинку. Тоже может быть. По рискам. Опционы. Раз. Продильный средний ход. Два. Понедельник. Три. Все то же самое, что по евро и по фунту. 0,1-0,25. 0,25 это если во вторник, либо на американской сессии заходить. Данные по толпе, по Канаде. Вообще только за то, чтобы мы и дальше падали. Опять же, обращаем внимание. Точка входа. Покупатели на падении стали зарабатывать столько же, сколько продавцы. Вот это тоже момент поиска точки входа. Вот где-то вот здесь, когда касание было. Вот это тоже точки входа. Но опять же, касание не было диапазона. Это игнор. Это игнор. Это игнор. По своей сути, мы уже вышли вот здесь. У нас по Форексу не было. Биржевое касание было. Но переходим сюда. И можно работать. Но опять же. Вот не очень красиво здесь. Не очень качественно здесь. Ну, нет уходов сначала. Вот этих индикаторов. Да, вот как было круто. Но, тем не менее, ждите вот здесь соприкосновения, чтобы поработать. Это будет хороший дополнительный фильтр. Дополнительный сигнал именно с точки зрения толпы. Канаду закончили. Швейцарский франк. Как и фунт, без откатов. Объемы очень круто усиливает. Сейчас диапазон между четвертинкой и золотой. Ближе к самой четвертинке. Ну, по факту мы видим, вот тут была трехсуточная проторговка на прошлой неделе. Мы в пятницу вырвались из этого диапазона. Ну, вот между четвертинкой и золотой 1,4. Ищем точки входа. Цели минимума две недельных зоны. Недостаток. Отсутствие информации. Пройденный средний ход. Убытки по опционам. Низкая ликвидность данной пары. Понедельник. Плюсов много. Но и, к сожалению, минусов много. Поэтому минимальный риск. Тут даже не скажу, что 0,1. Минимальный риск. Мексиканец. Ничего не делаем в режиме онлайн до проявления инициативы. Либо должна быть сначала инициатива продавцов с уходом и тестом зоны 1, 2 с уходом вниз. А далее обновление максимума сегодняшнего дня. И такую формацию работать. Это идея номер один. Либо ждать закрепа выше четвертинки. То есть в течение дня, например, мы сделаем что-то подобное. Завтра просто на откате можно купить. Либо ждать уход выше, чем максимум. И тогда работать из нового диапазона выгодных цен техслом. Здесь уже будет максимально важно, максимально интересно. Либо для продаж ждать ухода вниз, но с закрепом ниже, чем зона 1, 2. Желательно ниже вот этот максимум. И в будущем работать вот так. Очень много неопределенностей. Пока наблюдаем, сильно сюда не залазим, не рискуем. Нефть коротко. Здесь технический слом. И пока не выйдем за пределы вот этого треугольника. По крайней мере последних точек, которые образует этот треугольник. С закрепом. Либо выше 74,760. Либо ниже, чем 71,730. Не работаем. Наблюдаем. Газ. Ну вот, мы пришли как бы сюда. А как работать, учитывая вот эти объемы и вот этот, я не знаю. Поэтому я бы пока ничего не делал по газу. Золото. Здесь, к сожалению, все. Помните, еще на прошлой неделе, говорю, не отработало. Сейчас мы подошли опять же к этим объемам. Когда вот сюда смотришь на эту картинку, да? Где вот, ну, красивый такой паттерн. Ну, опять же, все это дело было у нас через техслом. Лучше не делать ничего. Опять же, к сожалению, пока не могу дать никаких сигналов. На покупку очень много недостатков. Граница рынка по опционам здесь премиальная. Удержание недельной зоны. Технический слом. Высоковолатильный такой паттерн. Пок сверху. Поэтому очень много недостатков. Я бы просто-напросто пока сидел и ждал. Либо уход сюда. Либо уход сюда. Там будем работать. Серебро. Ну, здесь поприятнее. Но, опять же, кто-то, если зашел, ну, сидите. Ну, может быть, вы как-нибудь... Вот касание было, да? Вот он. 1, 2, 3. То, что я говорю. На объемах смотрим. 1, 2. Вот он был. 3. Если мы сейчас перейдем на М5, мы увидим четко этот 1, 2, 3. С вот таким падением на объемы контракта. Кто вот здесь залез в позицию? Со стопом за точку 2 сидим. Цели не взяты. Цели пока... Или вот здесь был стоп? Вот здесь был стоп. Ребят. Да? Ну, вот здесь кто зашел? А, ну да. Вот он здесь и был. Сидим. Цель 29, 981, 30, 606 и 31, 656. Кто не зашел? Ну, вот так. Но, опять же, смотрите, что нарисовалось. Вот он момент сопротивления. Вот такие касания. Здесь плюс-минус. Вот здесь. Ну, неприятный момент. То есть, по технике проблема. По опционам проблем нет. Понедельник. Ну, 0,1-0,25. Вот такой риск. Можно поработать эту идею. Ну, я бы ждал все-таки уже ухода наверху. Медь. Вроде бы вышли, да? Мы вот за пределы этого треугольничка. Если что-то делать, то лонг. То лонг. С учетом форварда, очень неприятный момент по изменению вот этому зон. Да? Ну, короче, от четвертинки. Здесь объемы контракта. Тут от четвертинки. Можно поработать на покупку при хорошем паттерне от Депок. По недостаткам неделька не удержана. Выше объемов. Да, все хорошо. В принципе, понедельник 0,5 риск. Медь в лонг. Вот из всей вот этой проторговки. Но желательно именно вот от 1,4. СНП. Кто залез? Сидим. 1,2,3 на мелком таймфрейме здесь был. Недостатков много. Но у нас на будущее появляется хороший задел. Дайте уйти вот сюда. У нас, во-первых, появится информация. Не будет удержания недельной зоны. И вот такую идею в будущем можно будет поработать 0,25 риском. Пройденный средний ход и убытки по опционам никуда не денутся. Но вот 0,25. Вот эту идею на будущее берем. NASDAQ. Удержание недельной зоны с откатом к зоне 1,4. Красного цвета. С формированием на этой зоне на объемах паттерна. Кто залез вот по этому. Раз, два, три. Пробили. Откат. Кто залез с таким стопом. Сидим. Внутри дневные цели. Это минимум. Вот этот. И зона 1,2. С учетом форварда котировки перед вами. Ну и вплоть до недельки можете держать. О покупках пока не думаем. Don Jones. Если что-то делать, то в лонг. Сейчас объемы не мешают. Помните, на прошлой неделе говорили о том, что очень серьезно мешали вот эти объемы. Зоны были где-то здесь сейчас. Но не сказать, что прям совсем не мешают. От четвертинки работаем, если импульсный уход будет выше, чем 40,885. То есть вот информация для входа в позицию по Don Jones. Отсутствие информации, пройденный средний ход в понедельник. 0,1 риск. Рубль. Идея набора остается. Покупки с целями обновления данных максимумов. Данных максимумов. Кто здесь заходил, понятно, позиции без убытки после обновления этих максимумов. Но пока попарит доллар-рубль в лонг. Биткоин. Ребят, чинят. Что-то вот у меня блюки. Хотя оно работает. Сейчас биткоин. Если что-то делать, то в лонг. То в лонг. Из нового диапазона выгодных цен. Вот котировки перед вами. Цели. Максимум. И очень-очень-очень далекая цель появляется. 78,130. Сергей, по металлам экспирация завтра. Это недостаток. Это мой косяк. То, что я на этот момент не обратил внимания. Да, 27 августа. Но опять же, смотрите, мы в убытках по опционам. Вот здесь. И это действительно мощный недостаток. Но мы его уже учли. Да, со словами о том, что мы в убытках. А по серебру, ну где там граница рынка? Вон она же где. Да и хер с ней. Я не считаю. Медь. Тоже проблем. Я смотрю только месячные. Если вы прям опциончик смотрите там недельные качественно. Может быть еще с какой-то точки зрения. Я использую только границы рынка. Я иногда смотрю аномальные вливания контракта, которые образовали эту самую границу рынка. Смотрю премию этих самых аномальных контрактов. И смотрю, какая реакция была на эту самую премию. Но то, что экспирация завтра, да, спасибо, я не увидел. Но я не вижу каких-то дополнительных факторов. Мы и так снижаем риски по золоту. А по меди и по серебру опционы нам пока не мешают. Все, ребят, основное посмотрели. 36 минуточек с вами пообщались, поговорили. Давайте, надеюсь, что будет и дальше Рутуб работать. Не будут глюки, как в пятницу. Там было все совсем серьезно. Пока сидим на Рутубе. Ну, записи сейчас по остальным каналам скину. На этом заканчиваем. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и максимум профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Полбайбита забирайте.